Итак, сейчас я предлагаю посмотреть видеоролик этого самого Тубуса, про которого мы уже до этого говорили, и оценить, скажем так, его гениальную мысль. Это совок, то есть сразу предупреждаю. Ролик называется «Они говорят, ваш социализм несостоятелен». То есть это типа вот мы говорим, что вот их социализм, он несостоятельный. И послушайте, что на это отвечает Тубус. Они говорят, ваш социализм несостоятельный. История это доказала. Ваш совок продержался всего 70 лет и рухнул. Это ли не доказательство его несостоятельности? Друзья, вы слышали про Брестскую крепость? Зачем все эти люди оборонялись? Зачем сражались? Зачем рисковали? Ведь мы сегодня знаем результат. Всех их или поубивали, или выбили оттуда. Значит, не нужно было. Значит, если не получилось, то и не нужно было. Все эти люди, которых мы сегодня с таким пафосом так громко прославляем раз в году, глупцы и неумехи. Нужно было уйти и сдаться. Ведь что такое одна крепость, уже окруженная в такой большой войне? А в плену сыто и безопасно, говорят они. А все эти ваши попытки... Брестскую крепость пихать куда мы? Да и природа так устроена, что выживает сильнейший. Вы идете против самой природы. Так или иначе, такие разговоры неизбежно ведут к тем самым ребяткам, которые штурмовали Брестскую крепость. И прежде чем сдаваться им, подумай, делает ли это тебя сильнейшим. Показывать советских солдат, героев, которые защищали Брестскую крепость. А хули вы вообще знаете про Брестскую крепость? Про Укрепрайон 62? Что вы вообще о нем знаете? А вы знаете, что 62-й Укрепрайон, он не должен был быть защищен так, как он защищался. По документам 62-го Укрепрайона, войска советские, они должны были отойти на шоссе Брест-Барановичи. На заранее подготовленные укрепленные позиции. Брестская крепость защищалась только потому, что это был военный городок, в котором жили семьи. Брестская крепость защищалась только потому, что советские войска не могли оттуда выйти, потому что было перекрыто все. Цель генерала Гудериана был захват мостов. Генерал Гудериан цель выполнил, потому что он брал Брестскую крепость второй раз. И второй раз оказались в окружении защитники Брестской крепости. Только Совок, он не видел в этой Брестской крепости вообще ни черта. Он сделал из Брестской крепости военный городок и казармы. Брестскую крепость должны были прикрывать две дивизии. Одна дивизия доказывает из-под Вельска, другая дивизия докладывает еще в 60 километрах от Бреста. Мы типа отошли. Вы, б***ь, должны защищать Брестскую крепость, там люди живут. Артем, но самое интересное не это. Самое интересное то, ты видел название этого ролика? Нет, самое интересное, что хватит уже пихать Брестскую крепость куда можно и куда нельзя. Вы заебали уже пихать Брестскую крепость. Именно это. Он пытается Брестской крепостью оправдать несостоятельность Советского Союза и советской экономики. Он говорит, вы говорите, она несостоятельная, смотрите, а Брестская крепость же была. Ага, обломались, да, либералы. Брестской крепости людям в затылке стреляли вот эти вот так называемые западники. Потому что советская власть для западников была то же самое, что и немецкая власть. Потому что они только что, только совсем недавно, в 1939 году, они стали советскими гражданами. Хотя этого не хотели. Их призывали в армию, им дали оружие. И сейчас напали немцы. Слушайте, Артем, у меня к тебе вопрос. И советским офицерам стреляли в затылке. Артем, у меня к тебе вопрос как к историку. Как ты считаешь, если бы Вермахт не расстреливал НКВДшников и добрал в плен, то НКВДшники сдались бы в Брестской крепости? Вермахт расстреливал политруков. Ну и плюс НКВДшников. Вермахт не мог не расстреливать НКВДшников, потому что с НКВДшниками у Вермахта были договоренности. И они, так сказать, с 1939 по 1941 обменивались об. И Вермахт прекрасно понимал, что такое НКВДшник. Как и НКВДшники прекрасно понимали, что такое Вермахт и нацист. А как эти ставки сбежали в 1941, когда война с Минска? Что касается сдачи, то если бы в Брестской крепости не было такое большое количество людей, которые не были местными, то есть у нас, если вы зайдете в Брестскую крепость и посмотрите на Некрополь, то там очень много фамилий. Грузинские фамилии, чеченские фамилии, ингушские фамилии, армянские фамилии. Очень много. Большинство. И если бы в Брестской крепости были местные, Брестская крепость бы даже не защищалась. Своей стороны немножко хочу добавить. Вот этот вот ролик, он, скажем так, логикой никакой не блещет. Берется какой-то факт, берется какой-то исторический момент. И с этим историческим моментом оправдывается или развенчивается какой-то факт. Типичная крыльевская манипуляция. Так я не понимаю, даже о чем он говорит. Просто он что-то сказал, и на этом все закончилось. Для меня это непонятно даже. Нет, это просто нарушение законов формальной логики. Я об этом и говорю. Мне непонятно, о чем он сказал. Так у вас нет логики. Стандартный прием пропаганды. Здесь просто обычный стандартный прием пропаганды, как правильно сказал еще Федя. Брестская крепость. Для совков Брестская крепость это что-то вот такое офигительное. А как насчет того, что если бы не Сергей Сергеевич Смирнов, то о Брестской крепости ни один совок никогда бы в жизни своей не узнал. И Брестская крепость никогда бы в своей жизни не получила бы орден Ленина и звезду героя. Самое интересное. Вот все говорят, Брест город-герой. Нет, ребята. Брест не город-герой. В Бресте есть только одна часть города, которая является героем. Это крепость. И то только потому, что Сергей Сергеевич Смирнов описал подвиг защитников Брестской крепости. Он этих защитников Брестской крепости вылавливал по всему Советскому Союзу. Из заводов, из сраных коммуналок, которых невозможно было жить и так далее. Человек, который нашел знамя полка, которая сражалась в Брестской крепости, он работал на сраном заводе и очень долго рассказывал своим сослуживцам и собутыльникам о том, что в Бресте он знамя полка закопал. Это реальная история. И пока Сергей Смирнов не появился, этого человека даже не слушали. Думали, что он ебаный. А потом его привезли в Брестскую крепость. Ему дали лопату и сказали, найди знамя. Он пошел и нашел знамя, которое он спрятал в 41-м году. Да вы бы ни хрена не знали без Смирнова про Брестскую крепость. Вообще ни хрена. Ладно, мы, Брещане, мы знаем и про оборону 39-го и про оборону 41-го. Артем, кто такой Смирнов в двух словах? Сергей Сергеевич Смирнов это писатель, который написал книжку про Брестскую крепость. И потом очень долгое время эту Брестскую крепость пиарил. В радиоэфирах и так далее, и так далее. Он как бы откопал Брестскую крепость из-за бвени. Он историк, что ли, или поисковик, или кто? Да нет, просто писатель, который интересовался войной. У меня в родном городе Сморгонь тоже есть миф, реально раскрученный пропагандой. Это миф о летчике Гастелло, который якобы направил самолет без патронов на боевую технику врага. На деле, естественно, всего этого не было. Гастелло просто попал в плен, прыгнул самолета с парашюта, и все. Взяли рандомный из него, сделали героя. Матросов тоже не первый на амбразуру прыгнул. Я думаю, что до Гастелло кто-то еще так делал. Те же асы Первой мировой так делали. Самый прикол в том, что вот россияне, когда у них спрашиваешь про города-герои, они почему-то называют городом-героем и Брест. Хотя Брест не является городом-героем. В Бресте есть только крепость-герой. Минск. Это особенное, особенное отличие от всех городов-героев. Что среди городов-героев есть не город, а крепость. Минск. Что Минск? Город-герой. Минск, да, город-герой. А Брест-крепость-герой. Кстати, вы знаете, с какого года? Брежнев вручал Минску-город-герой. Как он, да. Артем, а раньше же города были одновременно крепостями. Одновременно государственные даже. Вот только здесь такая ситуация, знаешь, Ведя. На территории современной крепости-герой до 1832 года находился город, который сожгли имперские войска, чтобы построить крепость. Потому что это было очень удобное месторасположение для крепости. Ну как сожгли? Произошел очень удобный пожар. Очень удобных несколько пожаров. Один за одним, друг за другом. И выяснилось, что, скорее всего, это были поджоги. Я думал, что Брест до имперской постройки. Теперь понятно. Крепость до имперской. Город Брест до имперской постройки ты можешь увидеть в музее Берести. На территории современной крепости. Это 13-й. Вот там до имперская постройка. А после имперская постройка это за Бугом километр, километр полтора от Старого Города. Старого Города больше нет. Все, что осталось от Старого Города, это Бернардинский монастырь. Осталась еще коллегия иезуитов, но это почему-то называется казарм. Еще остались камни от церкви Святого Николая, в которой подписано Брестской луне. Где точно находилась эта церковь, неизвестно, но камни точно в этой церкви есть в Брестской.